Намедний думал. А зачем они стали преследовать Кураева? Вот вопрос. Больше и думать не о чем. Однако, поскольку думаю, постольку и говорю. Зря они стали преследовать Кураева. Глупо. И вредно для РПЦ МП. Фактически РПЦ МП демонстрирует миру, что умный и свободный человек, а тем более честный, не может быть дьяконом или проповедником в их среде. А он, Кураев, несколько десятилетий был лицом православия в России и служил преданно и, надо сказать, успешно. Я бы его в нашу баптистскую контору взял бы. Баптистов он, конечно, нередко унижал и высмеивал. Однако я зла не держу и ныне не стану отвечать тем же. Но что получилось? РПЦ МП предпочла остаться с голубым лобби, с невежеством и приспособленчеством. В окружении меркантильных и злобных лжепатриотов. Это губительный выбор. С Дворкиным РПЦ МП, уже оказавшаяся в войне не только с сектантами, но и с православным миром, оказалась на обочине цивилизации. Плохо это. Конечно, компетентные органы задают в стране тренд на уничтожение всякого инакомыслия. Они, люди одноклеточного сознания, не понимают, что уничтожая инакомыслия, они уничтожают способность мыслить во всем обществе. Чистят они и религиозную поляну. Воздействуют всякими методами. И подкуп, и шантаж, и террор. Все в ходу. Это мы видим по жутким действиям власти, когда в погоне за одним Навальным выстроилась вся государственная машина. И они даже не понимают, что выглядит смешно. У меня больше всего горечь возникает от того, что подобные приемы случаются даже у самых святых христиан, у баптистов. Возникнет где человек, который начинает спрашивать, почему того, а что это, а зачем то. А бывают такие дерзкие, что даже предлагают некоторые перемены в служении. Это, конечно, хоть и редкое, но дерзость запредельная. Святое начальство вместо спокойного разъяснения и уважительной беседы впадает беспокойство и принимает меры. Опасный человек проник в наши ряды. Его надо нейтрализовать. Если человек с мозгами, он понимает, что ему не миновать репрессий и как можно скорее делает ноги, пока не отлучили. А если чуть замешкался, тут и настигнет его святая рука инквизиции. Но и тому, который успел сделать ноги, не гарантированно спокойна жизнь. Объявят его мятежникам, отлучат догонку задним числом, да и по всему миру разнесут благую весть, мол, не здоровайтесь с ним, он токсичен. И бродит по миру носителей Евангелия, дети Божьи, ища убежище и доказывая всем свою праведность и невиновность. А церкви, изгнавшие мятежника, остаются в великой болезни, умножая грехи и вину отлученных братьев своих. Конечно, они не видят разрушения, да и не примут такой диагноз, если кто решится им об этом сказать. Они ведь убеждены, что сей террор есть борьба за святость. И самое, что ни на есть освящение церкви, в том и состоит. Горькое обмельчание происходит, и война внутри христианского сообщества не стихает. А тут Великий Пост наступил, воскресенье прощенное возникло неожиданно, и Господь говорит, «А слабо вам, христиане, болтовню в дело превратить? Кто смел, чтобы объявить прощение и снять все репрессии из детей Божьих? Я прощаю всех, если кто думает, что меня когда-либо обидел. И я прошу, простите меня все, кого обидел я. Если предъявите, что лично покаяние принесу, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!